Девушки отдыхают... И еще какое-то там излучение? Ты бы еще ведро на голову одел и дырки проделал. Где? Да нигде. Просто радиацию излучали старые 276-е компьютеры, которых, по-моему, сейчас уже нигде не осталось. Значит, мой Panasonic безопасен? Да, как и моя Sony PlayStation. И поэтому мы начнем сегодня вам представлять тройку новых игр. Но по традиции начну я. Игрушка называется Small Soldiers, которая создана по мотивам одноименного фильма, который имел успех у детишек, мальчишек и девчушек, а также некоторых отклоненных от реальности бабушек и дедушек, впавших в старческий маразу и детскую лихорадку. Игра, как и в фильме, рассказывает о противостоянии команды элиты и таинственных гаргонатов, которые очень похожи на непонятных мутантов, созданных на скорую руку и болеющим с похмелья Стивилом Спилбергом. Игра «Маленькие солдаты» относится к жанру тактической аркады с элементами реал-тайм-стратегии. Если не сильно загрузочна, то все уровни начинаются клипами, все герои трехмерны, несколько упрощенное управление свидетельствует о том, что эта игрушка ориентирована на игроков от 8 лет и до гопы кубической. Плюсом игры является возможность интересной резни на двоих. Следует отметить, что те, кто не видел фильма, вряд ли врубятся в заставки, которые напрямую продолжают тему фильма и не тему игры. К функциям деления и вычитания относится то, что в игре немного странная музыка, после долгого прослушивания, которое может привести к нежелательным последствиям, например, появление випов, головной боли. Кроме того, вы можете поймать себя на распевании этих непонятных наречий и слов, так похожих на неромативную лексику. Муха, я обязательно куплю эту игрушку и буду в нее играть. Джин, что с тобой? На тебя так музыка повлияла? На меня так повлияла игрушка под названием «Жадность». Игра — очередное телевизионное шоу, в котором вам предстоит выбрать себе игрока, одного из трех мужиков и двух женщин, и смело пускаться в мир загадок и денег. Один — в игру не поиграешь, потому что минимальное количество игроков — двое. В игрушке — просто огромное количество видеороликов, которые объясняют, что нужно сделать участникам конкурса. Правда, есть косяки. Английский нужно знать хорошо, чтобы понять. Жизнерадостный ведущий будет все время с вами. Он будет шутить и подгонять. Все игроки двигаются почти естественно, без дерганий, что радует глаза. Советую поиграть, и вы будете очень рады, видя происходящее на вашем экране. В общем, для тех, кто энергичен и имеет чувство юмора, советую приобрести этот небольшой шедевр в торговом доме Тайм. Теперь я понимаю, Джин, почему ты занервничал. От такой игры я бы тут же запсиховал. Насколько я знаю, о следующей игре мы не только будем говорить, но и отдадим вам ее в приз. Ты прав, как никогда. Неужели это ты сказал? Нет, Муха, у тебя слуховые галлюцинации. Ну да ладно. А следующая игрушка обладает исключительной особенностью, она может рассказать о себе немного сама. Вот так вот феноменально начинается уже полюбившаяся многим третья часть ломовой игры Crash Bandicoot. Этот странный то ли хорек, то ли скумс оранжевого цвета продолжает свое триумфальное шествие по приставкам. Третья часть игры является собой прекрасный пример использования приставки Sony на все сто. В этой игре вы можете беспредельно наслаждаться бесконечным разнообразием уровней и возможностей. Например, вам удастся поездить на мотоцикле, поплавать под водой, полетать на самолете, управляя маленькой сестричкой Краша, Сусо, поездить на тигре, водяном мотоцикле и прокатиться на холке динозавра. Что мне еще особенно понравилось, так это что в нескольких уровнях вам предстоит сверкая пятками, улепетывать от гигантского бизона. И все это в одной игре. Как всегда, Краш ведет борьбу против злого, сумасшедшего, странного, как таракан, доктора Фисташкина. В общем, не буду испытывать ваше терпение и задам вопрос. Как называется божество горгонатов в игре Small Soldiers? Присылайте свои ответы к нам. Мы будем с нетерпением ждать их. Кстати, Джин, антигазы, ой, то есть противогазы от излучения совсем не помогают. Зато от мороза помогают. Вы замерз. Пока. Новая реальность.